Ребята, здравствуйте! Приветствую всех на канале Апасов. Как всегда, выходим с самыми интересными новостями, с самыми рассудительными гостями. Сегодня вместе с Геннадием Дубовым будем разбирать, что значит на нас навалилось с энтелентой новостей. А навалилось много Геннадий. Здрасте. Здрасте, Василий. Здравствуйте, зрители. Друзья мои, всех вас приветствую, кто присоединяется к просмотру. И давайте сделаем обязательный наш ритуал, который помогает нашему видео набирать больше просмотров. Больше просмотров, больше зрителей, больше зрителей, больше интересных комментариев, больше комментариев, больше мнений, на которые мы в том числе обращаем внимание. То есть тут все завязано. Поэтому опускаемся чуть ниже видео, ставим обязательно лайк, пишем не в чате, а под видео, комментарии, в поддержку. И подписываемся, кто вдруг не подписан. Говорят, кто подписан, того в жизни ждет счастье, будут слушаться дети, даже чужие. Поэтому давайте, давайте по чуть-чуть. О чем мы сегодня будем говорить? Я вкратце пробегу, значит, с таким небольшим анонсом. Мы обязательно поговорим про новую реальность для россиян, это бои в Курской области, о которой пишут там российские СМИ. Поговорим обязательно про то, будет ли или не будет мобилизация в Российской Федерации, потому что там категорически говорили нет-нет-нет, а тут опа, и что-то вроде бы как зашевелилось в этом плане. Не так будут весело смеяться над украинцами. Значит, что мы еще обязательно обсудим? Это принятие важных законопроектов. Насколько важных мы разберем по дороге, но это и закон про, как его называют, запрет УПЦ, это и римский статут, который в Украине давеча приняли, но как приняли так, на полстатутика, я бы сказал, приняли. Разберемся, почему так происходит. Вот, и много других новостей, в частности, о блокировке телеграммов, ватсапов в России, железный занавес, конец свободе изъяснения, пересылок и так далее. Вот, ребят, много интересного, поэтому усаживаемся поудобнее, начинаем. А начинаем мы, значит, с чего? С новой реальности для россиян появляются в прессе, у них все больше каких-то мнений и статей, и блогеры об этом пишут, что, в принципе, бои в Курской области, которые ранее оказались чем-то вообще непонятным, а Медведев там рисовал красные линии вовсю, которые успешно были отодвинуты, это новая для них реальность. Это реальность войны. Вообще очень удивительно, как россияне реагировали на это все, то есть они думали, что им как бы везде все можно, а вы-то что, охренели что ли, когда вооруженные силы Украины зашли? И писали, что это на три дня, ну максимум на неделю, ну вот сейчас неделю все собрались, и теперь вот на следующей неделе точно это все закончится, но оно как-то не заканчивается. Я не буду там обсуждать какие-то военные детали, мы с тобой не военные эксперты, но судя по тому, что пишут, это скорее всего всерьез и надолго. Вот эта новая реальность для россиян, она их каким-то образом шокирует или нет? Или она шокирует только жителей в Курской области? Как ты считаешь? Ну, там и социология уже показывает некоторое, ну не супер значительное, но возрастание показателей обеспокоенности. Ну и по своему опыту можем сказать, что когда вооруженные силы другого государства заходят на территорию твоего, то радости это точно не добавляет, и обеспокоенность, она действительно там обратно пропорциональна расстоянию, на котором находятся от тебя военные действия. Поэтому беспокоенность, обеспокоенность растет безусловно, но тут же что интересно в этом случае? Интересно то, что от самого начала власти официально, и Путин, и прочее, они принижали по сути подобного рода инцидент или эпизод, или изменение этой реальности. Нарочито спокойно, нарочито сначала обсудим, немножко упомянем о провокации украинских вооруженных сил, а потом давайте там ипотеку. И силовики, они следовали за, как правило, чиновниками, которые отвечают за гуманитарные вопросы, за экономику, там, и за прочее. Очень так вяло, вяло, показательно вяло произвели реакцию. Там кто-то говорил, что не видел никогда Путина таким злым, но я не знаю, пересмотрите. Там наоборот, я считаю, что это была попытка изобразить, что типа, ну, все нормально, все хорошо, ну, как вот в Comedy Club, да, там. Как в ролике Гарри Харламова, который горит и говорит, все в порядке. Да, ну, как бы, тут я не могу сказать, что что-то для них происходит в конкретно военном плане критично, ну, поскольку мы понимаем, там, даже если взять наше официальное сведение, там, 1250 километров, это, как бы, с точки зрения территории, учитывая, что у них более 17 миллионов тех квадратных километров, ну, прямо скажем, немного. Учитывая, что они у нас оккупируют более 100 тысяч километров на сегодняшний день, тоже вроде пропорционально ответ так себе, но это погрузило нас в некую новую реальность, которой действительно не было. Не было с, там, сороковых годов, со времен, там, Великой Отечественной или Второй мировой, кому как удобно, когда иностранные вооруженные силы зашли на территорию, признанную Российской Федерацией. То есть здесь, безусловно, главным элементом и моментом есть символизм. И дальше его пытаются обыграть, прежде всего, в медийном плане, то есть, да, что мы остановили, там, они остановили, судя по сообщениям, там, прям в первый день, потом еще раз остановили во второй, ну, и так продолжают останавливать до сих пор. Это как у нас строили Ахмадет, я помню, шесть раз открывали, три раза только Гройсман. Да, ну, плюс-минус, как бы, уже там, ленточка, она формируется, и вроде бы как, они, как считают сами, и, как говорят наши военные эксперты, ситуацию стабилизировали, но снова такие украинские вооруженные силы заняли, там, порядка, там, до ста населенных пунктов, судя по утверждениям главкома Сырского. Причины там и политические, и международные, и последствия можно отдельно обсудить, но в любом случае нужно констатировать, что они первое, что сделали, они сначала принизили подобного рода инцидент, потом они, по сути, устами Путина отказались от ультиматума или мирного плана, как они его называют, где, там, отдайте, там, четыре области и, там, деноцифицируйтесь, и будет мир. Они сказали, все, неактуально, мы воспринимали вообще это как ультиматум, оказывается, это был, типа, компромиссный вариант, вышел Медведев, говорит, ну, типа, раз так, то воюем до конца, до победного, а в этом случае тут нельзя, наверное, не согласиться с их военными экспертами, без мобилизации, как бы, деться особо некуда. Тут возникает вопрос срочников, то есть, как бы, вроде как, если, опять же, опираться на мнение ряда военных экспертов, у них логика следующая, что нас хотели развести на то, чтобы мы сняли с Восточного фронта, где мы продвигаемся, действующая, там, боеспособная часть ослабит давление там, но мы обойдемся силами срочников, силами спецназа. Повестка начинает отрабатывать следующий тезис, что, ну, вот, не нужно беспокоиться о том, что срочники, а их там тысяч, по-моему, под 300 на сегодняшний день проходят службу в вооруженных силах, что, кстати, ну, на самом деле не так, чтобы и мало. Мы силами срочников справимся, по этому поводу переживать не стоит, потому что куча людей среди срочников, во-первых, там и контракты подписывают, мол, чем, там, 18-19-летний контрактник отличается от такого же возраста срочника, при том, что оба в форме, с автоматом в руках, ну, и, в принципе, присягу на верность приносили. Поэтому, типа, может, срочники даже это и лучше. И в этой связи на тему, там, будущей мобилизации, тут можно что сказать? Для того, чтобы достичь обновленных целей, или, по крайней мере, сделать заявку на то, что они цели обновляют, будут идти до конца и будут продвигаться дальше, там, за рамки даже того, что они, там, присоединяли себя к территории в соответствии с этими нашими, как мы считаем, псевдореферендумами, необходимо, там, нарастить вооруженные силы. Они, как бы, и так заявляют, и наши, кстати, подтверждают, что они наращивают их, там, до, там, 800 плюс тысяч человек непосредственно на линии фронта. Тут придется еще, наверное, как минимум столько же, а здесь без мобилизации обойтись будет тяжело. Ну, по крайней мере, замах такого плана они сделать риторически, наверное, обязаны. И слухи на тему того, что это может быть сделано не пряником, а в том числе задействовав принудительный механизм, они, наверное, ну, не в полной мере беспочвены. По крайней мере, такой сценарий нужно рассматривать. При этом чисто юридически нужно понимать, что вот те указы, которые были изданы еще в 2022 году, они, по сути, не отменены на сегодняшний день, они действуют. Объявление частичной мобилизации не увенчалось указом про ее завершение и тем более указом про демобилизацию. Цифры, которые нам называли, они, как бы, ретушировались в самих документах. То есть мы можем не исключать того, что там уже на этапе первого указа были цифры, там, возможно, и шестью нулями, возможно, там, я не знаю, семью, наверное, нет, конечно. Но, в общем, они сегодня могут стать основанием юридическим для того, чтобы уже точечно, а люди же пришли, кого-то взяли, кого-то не взяли, точечно, без помпы выдергивать повестками людей со всей большой территории Российской Федерации и тихонько гнать их в военкомат для того, чтобы пополнять, ну, по крайней мере, в учебке отправлять, чтобы, во всяком случае, даже перед нашими западными партнерами обозначить серьезность своих намерений и, возможно, использовав это как и милитарный или как дипломатический инструмент. Тут интересный, знаешь, момент, я вспоминаю новости где-то полугодичной, наверное, давности, тогда почему-то как-то вот ярко начали обсуждать количество контрактников, которые набирает Российская Федерация. Появлялись там новости, кто-то у них, я не помню, высокопоставленный заявил о том, что там чуть ли не 20-30 тысяч в месяц добровольцами идут. Геннадий, у нас все хорошо со связью? Да, да. Все хорошо со связью. Так вот, там обсуждалось, что 1020-30 у них в месяц контрактников как пить дать приходят, и это подтверждали даже, я помню, какие-то там наши военные эксперты, что приблизительно эти цифры равны. Ну, естественно, что они должны там 3-6 месяцев, наверное, пройти какую-то учебку, тогда по предварительным подсчетам у них сейчас где-нибудь там вот готово должно быть 1180 человек, которые почему-то не оказываются в Курской области, а там оказываются срочники. Ну, тут нет основания считать, кого там сколько оказывается, потому что, ну, так или иначе, это все спекуляция. Цифр объективных, сколько и украинцев зашло, и сколько россиян их встретило, и сколько добавили, и сколько добавят, ну, их просто нет. Там туман очень серьезен. Даже военные эксперты, если уже плюс-минус хорошо начали разбираться по территории Украины, на востоке особенно, там вплоть до села, вплоть до посадки там и столетнего дуба, который кто там захватил или нет, то здесь оно все вот примерно так на глазок, или там, или здесь, то есть там нет вот такого плана линии фронта, более-менее устоявшейся, на которой идут военные действия. Там кто забежал в одно село, сфоткался, потом другие и другие забежали, тоже еще раз сфоткались, и пойди разберись, собственно говоря. Фиа фотография была после этого. Да. И, соответственно, нет фортификаций, нет лоб в лоб военных действий, там мобильные группы и одних, и вторых ездят, дроны летают, и там, безусловно, сами военные, наверное, понимают это так приблизительно достаточно, кто где, как, у кого сколько пленных, у кого сколько потерь и так далее. Поэтому здесь мы можем только констатировать, что срочники там такие есть, да. Второй момент, что действительно появляется там в ряде их пабликов, по сути, ну, не то чтобы оправдание, но типа недоумение о том, ну, почему бы и нет, они же тоже военнослужащие, чего раньше не случалось. Раньше у нас же тоже ситуация была, и в феврале пленяли срочников российских, и их в первую очередь обменивали, и там целый Путин говорил о том, что это неподобство, как это так, они там не должны были оказаться, ну, так немножко пошумели, вроде как бы ситуации разобрались потом. Здесь это вроде как идет на второй круг, на вторую волну, но, опять же, вот там Левада давала недавно настроение, да, настроение там, беспокойство, все остальное, и давали в динамике там всех лет постсоветских Российской Федерации. Оно на сегодняшний день, там пики были где-то там в 99-м году, если не ошибаюсь, то сейчас оно как бы так, грубо говоря, средненько очень, средненько обеспокоенности. Там на уровне условного ковида и 2008 года финансового кризиса. То есть, пока, если был такой расчет на то, что социальная система треснет, там будут протесты матерей там и всех на свете за мир, и пойдут свергать режим Путина, то, судя по этим цифрам, если верить Леваде снова таким, чтобы хрен его знает, насколько они объективно отражают эту информацию, то пока этого не происходит. Ну, в целом, если бы там многотысячные марши бы шли по Москве или по Питеру или по Новосибирску хотя бы, то мы бы, наверное, увидели кадры, учитывая, скажем так, динамичность информационной системы в сегодняшнем мире. Я понял. Тут просто, знаешь, я еще что-то подумал. Ну, мы действительно не знаем данные, да, сколько, куда, кого зашло, в каком количестве, где, кто прибывает и так далее. Наверное, во время войны мы и не должны, слава Богу, этого знать, но то она и военная какая-то тайная стратегия. Просто, если верить западной прессе, которая, кстати, не стесняется делать допущения такие с большим разлетом, то максимальное число, которое я видел, они называют как бы контингент вооруженных сил Украины Курской области от 10 до 30 тысяч человек. И вот это вот от 10 до 30, почему я так зацепился? Потому что ровно 30 россияне набирали якобы в месяц. А при том, что еще Украина как бы наступает, а не отступает в Курской области, то им еще и легче защищаться. Но почему-то никаких этих 30 тысяч там нигде нет россиян. Ну, может есть, может нет. Тут, понимаешь, просто что они не работают так, как в игре компьютерной типа с солдатиками. Если ты наступаешь там четырьмя солдатиками на двух, ты там побеждаешь, у тебя два остается. А здесь, учитывая, что западная пресса, они вообще прекрасны, в кавычках, в освещении этого всего, поскольку там мнение найти можно вот просто вот все, какие хочешь. И подтвердить любые слова. СНН говорит о том, что это авантюра, Блумберг говорит, что это авантюра, кто-то говорит, что это великая победа Путин, завтра как бы все. Ну и в середине там еще много размышлений. То есть там спектр представлен абсолютно весь. Что нравится, то выбирай, как бы бери, вставляй и подтверждай свою точку зрения. Только с другой стороны, это свидетельство как раз о некой растерянности. То есть, что условно общего мнения, консолидированного на Западе в прессе и в их нарративе, в их сознании, его не существует. Поэтому вот кто в лес, кто под дрова, все пытаются как бы выдумать. И исходя из своих каких-то предпочтений, своих взглядов, мировоззрения, накидать оценок этой ситуации. Но реальность, она абсолютно непонятна сегодня примерно никому. То есть, оно примерно вырисовывается уже. Тут можно пробовать, вылавливать, например, мнения, которые озвучиваются с нашей стороны. То есть, мы там устами подалека сначала говорили про политические причины, про переговорную позицию, про что-то еще. Потом раз, Владимир Александрович выходит и говорит о том, что это вообще главной целью этого всего, то, что происходит, является пополнение обменного фонда. Вот это, кстати, удивительная точка зрения. Я не знаю, насколько как бы осознанно это было высказано. И поскольку само по себе пополнение обменного фонда, как бы, ну, спорно очень. Очень спорно. И это, если вот встать на такую позицию, по сути, можно абсолютно в любой момент заканчивать и выходить. Потому что, ну, можно всегда сказать, пополнили обменный фонд, есть пленные. Вот фотки, вот видео, вышли, все, цели достигнуты. Как бы всем спасибо, все свободны. Плюс наверх еще моменты тревожные на тему прямого обращения к Великой Британии с отдельным упоминанием этой страны. Типа, что вот мы ждем от вас того, что не было сказано, что вы обещали. Но, видимо, имелось в виду эти самые разрешения на удары Штормшеду по признанной территории России. Британцы непонятно почему побежали в Штаты просить разрешения. Говорят, ну, типа, извините, американцы не разрешили. Какого? Почему они вообще пошли к американцам? Ну, они тоже говорят на английском. Они бы пошли к венграм, но венгры говорят на венгерском, и там непонятно все. Потом непонятные разговоры по поводу этих американских крылатых ракет, Джалсон, да. Будет, не будет. Типа, там, администрация рассматривает, администрация думает, администрация анализирует. При этом администрация говорит, что она не была в курсе в принципе этой операции, что у Киева запросила консультации, что консультации проходят, чтобы вот на сегодня, по-моему, сегодня или вчера появилось сообщение о том, что Киев объясняет, какие долгосрочные цели пытается достичь вот тем, что в Курской области происходит. То есть решительно, непонятно, нет. Есть вот самая решительная позиция, высказывает Европейский Союз, который говорит правильно, там, вот в рамках обороны это делать можно и так далее. Но у Европейского Союза есть какой нюанс? У него нет армии и оружия. То есть, в принципе, они вот люди, которые пером, бумагой и евро могут только каким-то образом влиять на процессы, а военная помощь конкретно от Европейского Союза, она равняется нулю, потому что реальное оружие поставляют конкретные отдельные страны, там, Бундесферн или Италия, или Испания, или, соответственно, и Британия тоже, которые пока тоже сидят в такой риторической засаде и особых таких ярких оценок не делают. И еще один момент прикольный, ну, как прикольный, с точки зрения анализа, сегодня там у русских покатилось, что якобы применили атак МС по территории Курской области. Его вроде как бы сбили, там что-то в поле горит трава, и они еще там до конца уверены, атак МС это или там Гром, или другие ракетные системы, там может еще точка У какая-нибудь осталась. В общем, они анализируют, думают и так далее, было ли разрешение или нет. Ну, риторически его, по крайней мере, пока американская администрация не озвучила. Но, как минимум, кассетные хаймарсы, тоже видео с нашей стороны было опубликовано, они по мостам, там, по понтонным переправам, они уже применяются точно. Потому что, вроде бы как, из РСЗО у нас с кассетными боевыми частями своего уже ничего на сегодняшний день нет. Поэтому тут хаймарс. Разрешали, не разрешали. Вот это главная интрига, которая сегодня может быть в этой ситуации, поскольку разрешение, как и Зеленский сказал, да, вот, что, это же интересная очень формулировка, если бы нам разрешили применять дальнобойное оружие по признанной территории, нам бы не нужно было бы идти в Курск. Вот и сиди думай, к чему это все было сказано и не исключено именно к тому, что это действительно происходило без разрешения главных партнеров, по крайней мере, штатов. И на сегодняшний день есть определенное давление в этой части. Я этого абсолютно не исключаю. И, может быть, сюда как раз в эту конву и логику ложится сдержанность формулировок Путина, который, по сути, оставлял люфты и назвал это все провокацией. То есть, он тоже, возможно, пребывая в переговорном процессе с западными партнерами, он еще оставляет пути для того, чтобы не делать чересчур громких заявлений. Интересно. А вот это вот разрешение на использование вооружения, те же Storm Shadow и аналоги других стран производителей. Это попытка создать атмосферу, когда и в Москву может что-то прилететь? Ну, до Москвы оно не долетит. Из того, что у нас есть, там штормы, по-моему, там до 300 километров. Это КМС там плюс-минус тоже. Там даже максимальная дальность КМС, по идее, тоже должна быть ограничена 500 километрами. Этого недостаточно, чтобы Москву достать. Но от Курска, например, до Москвы 520. Ну, вот. Ну, как бы, от Курска еще тоже есть территории, откуда ты не загонишь просто так эту установку и так далее. Это, как я это понимаю, ну, учитывая вот весь опыт всего того, что происходит, какие реакции объявлялись на те или иные там действия, в том числе наши, это попытка прорвать вот еще одну красную линию. Что, мол, вот, война уже там и так, ничего не случилось, типа, мир в ядерном пожаре не сгорел, поэтому давайте, уважаемые партнеры, смотрите, мы способны действовать, мы способны проводить силовые наступательные операции, поэтому давайте нам еще больше Брэдли, давайте это КМСы, давайте Джамсы, давайте больше самолетов, давайте больше всего, и тогда будет результат. То есть вот логика примерно из того, что, по крайней мере, озвучивается, она разворачивается в эту сторону. То есть мы буксанули с точки зрения помощи военной западной прежде всего, мы не получаем того, что получали в 23-м году, мы слышим со всех сторон разговоры о мире, что не предполагает границы 91-го года и неизвестно вообще, что предполагает, и мы делаем вот этот вот решительный шаг для того, чтобы сломать старые смыслы, сломать тренд, чтобы все передумали, почесали репу, подумали, как мы считаем, как в 22-м году, что Украина может победить, привезли снова такие, открыли там ленд-лиз или привезли еще там три сотни Брэдли, там 500 леопардов, и мы на Москву стройным маршем идем. При этом, обращая внимание, что мы, по сути, воюем за более справедливые условия мира, видимо, то, что проговаривалось до момента начала Курской операции, нас не устраивало. Вот примерно такая логика. А этот шаг сделан для того, чтобы потом, ну, как в прямом, не знаю, каком-то примитивном случае, территории меняем на территории? Я, ну, возможно, это рассматривался как вариант. Я просто не уверен, что тут столько переменных, каким образом кто отреагирует. То есть мы не можем предполагать. То есть в теории, ну, условно говоря, можно ли было бы поставить вопрос, что, там, вы уходите из Харьковской области, мы уходим из Курской области? Ну, как бы, почему нет? Это в истории военных действий подобного рода, там, размены или... Ну, это херня. А потом кто-то опять взял и зашел в Харьковскую область. И что? Ну, вот вопрос. Это вопрос гарантии уже. Гарантии от того, что это не повторится. Это же отдельная тема, и она является существенной частью мирных переговоров. Плюс, какой, как мне кажется, главный, вот такой смысловой посыл. Русские настаивали всегда на том, что любые переговоры начнутся с чем? С учетом реалий на Земле. И... То есть это создание для них новой реальности? Да. Создание новой реальности, в которой аргумент про реалии на Земле, он, скажем так, меняет свое содержание. Поскольку, ну, реалии на Земле, вот когда это произносилось всегда, они исходили из того, из того, что российские войска находятся на части, как мы считаем, территории Украины, как считает все международное сообщество. А если украинские войска находятся на признанной территории Российской Федерации, эти реалии нужно учитывать? А если нужно учитывать, то как? То есть признавать, что кто где стоит, то его, ну, уже не получится, потому что в силу просто и политических, там, и юридических, и каких угодно обстоятельств уже ты так не скажешь. Поэтому я не исключаю того, что кто-то предполагал, что подобная вроде ситуация, когда они оккупируют что-то у нас, а мы у них, она приведет к тому, что аргумент про реалии на Земле, он снимается с повестки дня и, соответственно, не берется в расчет при достижении договоренности. Но, снова-таки, чем это все закончится, мы на сегодняшний день не знаем. Есть, я предполагаю, просто сугубо теоретические расчеты, но понимая, каким образом те мыслят, каким образом они воспитывали свое общество с точки зрения того, что любые следующие ультиматумы, они хуже предыдущих, есть ли у них ресурсы для того, чтобы продолжать и реализовывать те цели, которые озвучивают. Есть ли у нас ресурсы сдерживать плацдарм? Есть ли у нас ресурсы открывать еще одно направление? Вот эти все вещи нам неизвестны. Они, думаю, что неизвестны примерно никому. Ну, возможно, штаты плюс-минус расклад этот понимают, поскольку получают информацию и от нас, и разведка у них работает и по войскам Российской Федерации. Вот они могут оценить, сколько у кого реально техники, сколько у кого реально бригад, кто в каком состоянии, ну и так далее, какая боеспособность. Вот без этого всего считать какую-то математику военную, ну просто как бы это будет неэтично по отношению к зрителям в том смысле, что это будут фантазии, которые не подкреплены реальным фактажом, реальной эмпирической базой. Поэтому политически оно вот выглядит так, как идея. Идея пока, как мне представляется, она, по крайней мере, не все цели свои реализовала, поскольку, я повторюсь, мы видим изменение риторики президента, который сузил существенно количество пунктов, озвученное сначала подалеком, там он много целей обозначил, он свел их к цели пополнения обменного фонда, наиболее такой резиновый, которую можно очень-очень быстро типа сделать и реализовать. Я просто видел, как негативная информация, как модерировалась повестка в 23-м году, когда вот шло контрнаступление, оно идет уже две недели, и все понимают, что, ну скажем, мягко не получается, не получается достичь запланированных целей, и оно буксует, стоит, потери там и все остальное. Ну, чуть ли не на глазах у меня придумывали, скажем так, посыл, в соответствии с которым, ну, мы не продвигаемся, но зато впервые в военной истории наступающие войска там в 4-5 раз меньше несут потери, нежели обороняющиеся. Вот так. Вот, ну, так работали. Можете проверить, это все гуляло по повестке отдельных, скажем так, спикеров долгое время, и вот таким образом, ну, информация была чисто риторическая. Там на земле, что было на земле, никто особо не интересовался, знали просто то, что цели в полной мере не достигаются. По твоим ощущениям, это надолго? Я имею в виду операцию Куртской области? Думаю, да. Думаю, что, ну, как минимум, речь идет про несколько месяцев, как минимум. То есть, ну, там просто, опять же, опыт этой войны показывает, что насыщение FPV не позволяет двигаться там свиньей танками, как во Второй мировой войне, не позволяет быстро насколько забирать территории, если обороняющаяся сторона готовится к нападению, ну и так далее. То есть, это все процесс долгий, и движение на сегодня, то есть, мы видим, если речь идет про, там, километр два в день при очень интенсивных боевых действиях, то это считается просто скорость спринтерская практически. Там по километру по два двигаться, ну, даже если динамика будет в одну сторону, ну, как бы не неделю даже. Поэтому это будет, наверное, устаканиться, если мы не примем решение, реализовав цель пополнения обменного фонда, как оно заявлено Владимиром Александровичем. Если мы не решимся выйти сами, то боевые действия там, я считаю, что до конца года будут минимум. Понял. Еще одна тема, которая активная, мне кажется, стоит попробовать разобрать, это тема северных потоков. Она на прошлой неделе вдруг всплыла. Активно про нее лупили просто новостями, наверное, два-три дня так точно все западные СМИ, да и у нас, в принципе, эта тема обсуждалась. Вот. Кстати, кто присоединяется, пока лайки не забываем ставить. О чем речь сегодня? Если северные потоки взорвала Украина, то они были законной целью, заявил об этом президент Чехии Петр Павел. Его цитата. У меня нет четкой информации о том, что за такой деятельностью стояла Украина. Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются стратегической целью. И если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то я специально говорю, условно, это была бы законная цель. Но у меня нет такой информации, заявил Павел. Ну, во-первых, если у Павла нет такой информации, зачем он об этом заявил? Это же не просто так. Ну, у Петра Павла хочется спросить, где миллион снарядов, на которые он там собирал, краундфандинг практически открывал, и до сих пор как-то вот оно не срослось. Поэтому есть и вопросы к нему, скажем так, он там в НАТО нас частично на этой неделе принимать собрался. Много человек говорит, делает намного меньше. С точки зрения того, чего стоит позиция Республики Чехия в этой ситуации, то, ну, сказал нам приятно. Тут можно похвалить, настроение поднял. Мы укрепились в мнении, что если это и мы, то это все правильно. Но, во-первых, мы отрицаем, что это мы, во-вторых, нам намного более важна позиция Федеративной Республики Германия, которая там, насколько я понимаю, негативна. И я не могу воспринимать случайностью, когда на протяжении нескольких дней там Дершпигель, Дивельт и АРД, общее расследование там, на троих они две страницы написали на самом деле. Но это же сделано для чего? Для того, чтобы подчеркнуть вес этого материала, где прямо обвинили наши официальные власти. И плюс наверх еще The Wall Street Journal, это как бы не немецкий даже, это прям американский независимый журнал, очень авторитетный. Он прямо в деталях там про пять мужчин и женщин, которые там плыли на яхте Андромеда со всеми подробностями и с прямыми обвинениями военного руководства. Плюс и косвенными обвинениями военно-политического руководства, подчеркнув пять раз, что ЦРУ предупреждало, все предупреждали, голландцы предупреждали. Но вот случилось так, как случилось, то есть мы молодцы, вот кто-то там плохой совершил акт, как они пишут, саботаж. Тут же вопрос заключается еще и в том, что, насколько я понимаю, это территориальные воды Федеративной Республики Германия. Там и есть часть капитала, соответственно, в этом объекте инфраструктуры Германии. И это используется сегодня в общественном дискурсе именно Германии как остро-негативный фактор. И наверх мы получаем еще новости, кроме того, что мы знали уже, да, что бюджет на следующий год будет уполовинен вместо 8-4. Получаем новости, что 26-й год вообще будет ничего, что, в принципе, Германия вроде как соскакивает вообще с историей, мотивируя это тем, что на уровне группы семьи, на уровне вопроса процентов и кредита с обеспечением процентов от активов, которые заморожены на территории Бельгии и Люксембурга, этого всего хватит, хотя мы понимаем, что нифига не хватит. И получается так, что первые два номера по военной помощи штата и Германия на сегодня оценивают эту всю информацию остро-негативно. Вот где здесь Чехия, сможет ли она заменить штата и Германию, даже если в случае они уменьшат подставки. Шольц, кстати, сказал, что нет-нет-нет, мы поддерживать Украину будем столько, сколько потребуется. Просто всегда здесь важно понимать, что поддерживать-то они могут, наверное, лет 200 нас. Просто вопрос в том, насколько. То есть, насколько в количествах евро, в количествах панцергаубиц 2000 и прочих образцов вооружения. Потому что последние поставки со стороны Германии, они, скажем так, не впечатляют. Ну, обычно это десяток леопардов первых причем, которые 50-60-х годов разработки. Ну, заарести, спасибо большое. Это необходимо для защиты, в частности, наших энергообъектов. И вот в этом всем контексте боязно за то, что плюс вот это сообщение, потом типа опровергнутое российским МИД о том, что в ДОХе были сформаны переговоры на тему моратория, на тему ударов по теплоэлектростанциям, там, НПЗ и прочими вещам. Я считаю, что, кстати, переговоры эти, скорее всего, были, поскольку вот можно послушать даже не Захарову, можно послушать, что Лавров по этому поводу сказал. Он так интересно заворачивал. То есть, если бы это было полное вранье и выдумка, ну, человек выходит и говорит, это полное вранье и выдумка, которая действительности не соответствует. А он же говорит иначе. Он говорит, ну, это слухи. То есть, слухи, мы же понимаем, они могут быть как правдивыми, так и неправдивыми. Это слухи. И вообще, скорее всего, речь шла про то, что вот на основании мирного форума или саммита в Швейцарии было три рабочие группы. Там одна из них по энергетике. Вот, наверное, имелось в виду вот это вот. Ну, типа, я воспринял так, что он, зная его стилистику, он так не заплетает, как бы, тяжело и сложно, если информация действительно не соответствует какой-то реальности. То есть, вот отбылся бы. Да. И чего теперь, как бы, какие действия они предпримут в части, они действительно же уже, получается, сколько месяца два, наверное, не бьют по объектам энергетики. Сильно ПВО у нас, насколько мы также читаем в Блумберг, где написано, что многие страны, которые нам пообещали средства ПВО, их не доставили на сегодняшний день. Что у нас там с защитой и не могут ли они еще раз нанести ущерб серьезный нашей энергосистеме, а свет снова начали отключать, ну, буквально два дня в связи с здоровь. Это вызывает тревогу. И сейчас как раз вот вопрос где-нибудь вокруг этого и крутится. То есть, фон в целом общий, он, я считаю, что на сегодня негативный, поскольку однозначных заявлений ни по Северному потоку, ни по Курску, ни по вот таким другим важным для нас вопросам, в том числе стирание красных линий на тему там территории суверенной РФ, сегодня ничего не происходит. То есть, есть догадки, есть молчание, в конце концов, но решительной позиции не высказывает ни один из больших наших союзников. А пока ты отвечал, я как раз нашел такой немножечко уточняющий информации, то есть, где именно были взорваны эти потоки. И вот написано, значит, следующее. В результате серии взрывов в исключительных экономических водах Дании и Швеции были разрушены обе нитки Северного потока-1 и одна из двух нитей Северного потока-2. На момент аварии прокачка газа по ним не велась. Северный поток-1 был остановлен Российской Федерацией, СП-2 так и не был запущен. Тут как бы... Понимаешь, там просто считать тяжело. Территориальные воды — это 200 километров от линии береговой, а там участок как бы узкий, там, возможно, ну, то есть, я не уверен, что правильно посчитали. В любом случае, немецкое следствие уже велось, а следствие, оно проводится тогда, когда речь идет про совершение преступления в отношении граждан, имущества и так далее, или которое совершено на территории государства. То есть, немцы как-то еще давно, еще в 22-м году, прям полиция, да, она подвязалась под это событие, и они считают, что это произошло так или иначе в их юрисдикции. Ну, неважно, они привязываются к там морской исключительно экономической зоне или привязываются к имуществу, поскольку там есть акционеры, которые, бюргеры, сами по себе. В любом случае, они через призму своих интересов оценивают, они считают этот объект среди прочего своим. А как ты считаешь, если бы этого всего не произошло, Германия бы сейчас использовала Северный поток-2? Ну, это гадание на кофейной гуще, может быть, использовала, может быть, нет. Но так или иначе, ну, к примеру, по нашей ГТС же газ идет, молдаване там напряглись, поскольку через Суджи даже, это газоизмерительная станция, если прекращается транзит, там, в Молдове нужно через, на протяжении двух дней, там, перестегнуть все на другую сеть, другую линию, у них вводится какой-то там режим условной чрезвычайной ситуации в энергетике, поскольку газ просто, ну, то есть, его брать будет неоткуда, если оперативно не переключится, там, какой-то трансильванский газопровод или как-то так. То есть, это о чем говорит нам? О том, что и поставки через нашу территорию, мы же деньги за это получаем. Мне интересно, как до сих пор, как это соотносят с уголовным кодексом, наверное, как-то оформили хитро, но так или иначе, исключать того, что Германия бы получала газ, нельзя. Штаты получают обогащенный уран до сих пор от Росатома, баржи плывут, там, прикольный случай был, мне кажется, мы с тобой обсуждали, или не с тобой, что там корабль, который вез обогащенный уран, там, или руду, и он вез, в общем, обогащенный уран, из которого делаются там на американских заводах, твела их, и вез березовую фанеру. И он где-то там, короче, в Северном море обломался, причалил подчиниться в Германию, и немцы не знали, что с ним делать две недели, поскольку уран из России и у немцев, в принципе, допустим, он не в списках, а вот фанера березовая в списках, а в Штатах фанера березовая не в списках. И они вот, короче, на троих выясняли две недели, может ли подсанкционная березовая фанера пришвартоваться в немецком порту, там, соответственно, там, починить судно, и чтобы оно с богом дальше плыло в Соединенные Штаты. Торговля происходит, то есть это же тоже секрет полишинера, то есть, ну там, я не знаю, начиная от банальщины, что там Латвии, если бы Балтийские республики, они стали чемпионами по поставке виски в Российскую Федерацию, потребление которого уже превысило 22-й год. Ну, как бы, вот просто, вот банально, да, мы же мечтали о том, что общество российское, там, без вискаря, без, там, мягкой бумаги туалетной, без всех других, там, прекрасных товаров, которыми пользуется весь цивилизованный мир, там, взбунтуется и выйдет свергать режим. А там все это есть, это, ну, невозможно это отрицать. А появляется оно не всегда через третьи страны. Абсолютно часто это происходит напрямую, поскольку не все банки санкционированы, не все товары санкционированы, ну и прочее. То есть много-много есть дырок, и наши, кстати, обращают, уполномоченные по санкциям, Влад Волосюк, говорит, они каждый дрон, который, остатки которого находятся на нашей территории после ударов, они его на молекулы разбирают, как и другие виды вооружения. И там вполне себе, там, американские, какие хочешь, чипы, там, Тайвань, то есть полностью, там, бывает 15 стран там в одном изделии представлены. И письма пишутся, но механизмы, мы видим сегодня, ну, они работают, наверное, только обуславливая некое удорожание через вот эти транзакционные издержки, это максимум то, что происходит. Ты не поверишь, вот у меня сейчас во всем этом ответе очень сильно взволновало, а куда же нахрена американцы используют березовую фанеру? Хороший вопрос. Нет, я вообще, как бы, я удивился, знаешь, представить себе, вот, знаешь, ты капитан судна, ты везешь обогащенный уран и березовую фанеру. И березовую фанеру. Ну вот, я вообще, честно говоря, не представляю, куда она используется, но... Я вот сейчас немножечко подгуглил, и, значит, куда, куда ее используют. Значит, используют в столярных работах, производство мебели, структурное промышленное применение, изготовление моделей, прокладка из фанеры, опалубка. Представляешь, в Соединенных Штатах нечем делать опалубку, и они из России березовую фанеру заказывают. Благоустройство дома, небольшие строительные проекты. А чем берез нет в Штатах? А есть? Я не знаю. Да ну, 100% есть. Ну, 100% есть. Я не скажу, я не специалист по березам, ну, просто, ну, вот, вот новость, я ее проверял, давненько уже было месяца, наверное, два или три назад, но вот со сочетанием урана с березовой фанерой, оно мне в память впилось. Ну, твелого что-то надо заворачивать, знаешь, как селедку в бумаге. Ладно, хорошо. Давай завершающий вопрос по теме этих северных потоков. Чем, на твой взгляд, это вообще все закончится? Ну, пока непонятно, но пока это выглядит как подача. Подача, ну, как бы в сторону дискредитации Украины, при этом так нарочито со стороны в четыре руки, да, в две американских, ну, или там одну американскую и три германских. Чем это закончится? Ну, на сегодня это закончится, это имеет какие последствия? Это некий имиджевый ущерб для нас, это для их общества тоже. Ну, если пишут, что государство учинило акт саботажа на территории другого государства и его союзника, там же вот у немцев берут интервью, я не помню, то ли замминистра какого-то, он вот это Wall Street Journal вот стилет, немцы, я не помню, он говорит, вообще эта ситуация, как бы, она подпадает под признаки пятой статьи Устава НАТО, задействование коллективных, механизма коллективной безопасности, это еще раз подчеркиваю, это не я говорю, это кто-то там высокопоставленный немецкий чиновник, его цитируют вот эти вот журналисты прекрасные, но говорит, мы вроде как не должны это все были применять и не будем применять, потому что это государство наш союзник, потому что там мы ему поставляем оружие и прочее. Ну, вот сама формулировка, когда было допустимо, ну, то есть просто вот ртом сказать о том, что это повод против Украины был бы, если бы нет, да, вводить вот этот механизм. Ну, какой-то барьер, это вообще не подпадает объективно. Ну, не, ну что, если атакован объект, то есть официальная армия, ну, как они считают, да? Есть ли, вот. Ну, вот, так это же, еще раз, вот такую формулировку он употребил, и ее журналисты напечатали. Журналисты, кроме прочего, они утверждают, что минимум с четырьмя человеками, официальными лицами, которые там плюс-минус в доступе имели и слышали разговоры, на секундочку, там, Владимира Зеленского и Валерия Федоровича Залужного, они журналисту там вот под статью и, наверное, под дикатфонную запись, это же вообще удивительная ситуация, якобы вот это все наговорили. Прямо упоминается ЦРУ, без санкции ЦРУ упоминать ЦРУ, это как бы очень накладно в американской реальности, поэтому тут тоже можем предположить, что они каким-то образом были осведомлены о этом материале и окнули, сказали, да, можно печатать. Это все создает, ну, какую-то такую негативную атмосферу, что, то есть, вот по поводу некого неполной управляемости, своенравности, самоволия и прочих вещей, которые, собственно говоря, вот, кстати, вот почему Шольц не Тауруса не дает, как он это объяснял, да, он объяснял, что мы не можем отправиться своими специалистами это вооружение, поскольку не хотим быть участниками войны и будем делать все, чтобы ими не очутиться, но отдать полное распоряжение Украине мы не можем в силу того, что мы не сможем контролировать, как именно они будут применять соответствующее вооружение. Эта идея вообще, она как бы давно двигается. Еще вот покойный Киссинджер писал, вот, у нас запомнили историю про то, что он допустил, что Украина там с некими потерями территориальными будет принята в НАТО. Все обрадовались, такие, вот, Киссинджер там всю дорогу был против, а тут Киссинджер за, значит, точно вот в НАТО вступим. А если почитать ту статью, он там говорит о том, что смысл принятия, вот, там, не полностью Украины в НАТО после подписания мирного договора заключается в том, что оружие поставили много, войска боеспособные, люди с боевым опытом, ну, серьезная военная сила. Надо как-то держать рядом. Лучшее в Европе, да, а руководство и элиты, как он писал там, сам, стратегически неопытное, стратегически неопытное, поэтому необходима некая, ну, понимаете, организационно-методическая поддержка со стороны такой наднациональной структуры, которая позволила бы упредить какие-то возможные резкие действия в будущем, там, вот, на тему, если будет рессентимент, если будет вот дальше кипеть-гореть чувство национального достоинства и будет хотеться отомстить. Вот поэтому в этом была логика. А она, если разобраться, тут не столько, как бы, прямого получается, а такая вполне себе зрадость с точки зрения того, каким образом нас оценивают дипломаты вот такого уровня, как покойный Генри. Хорошо, переносимся в Украину, потому что у нас тоже, как бы, немало-немало новостей поднасыпало, а тут на днях, и сегодня конкретно, я вижу просто, как тебя воодушевляет эта тема, вот, у нас принялись закон. Как его назвали некоторые средства массовой информации, это закон про запрет УПЦ, Украинской Православной Церкви, да? Читая пояснения, которые публиковались в интернете, можно понять, вот, например, я как для себя понял, что это некий такой закон, который должен регулировать, в принципе, религиозные организации, и совсем если банально там сказать, то будет какой-то орган, который будет следить, а не связана ли данная религиозная организация непосредственно там со страной-агрессором, то есть Российской Федерации, там, не подчиняется ли кому-то, не связан, не управляют ли ею оттуда и так далее, и тому подобное. В случае, если такое установится, то либо эти связи надо будет нарушить, либо организацию закрыть. Вот о чем этот законопроект, который принят? Ну, он о том, что вводятся дополнительные инструменты для того, чтобы такие запретить одну конкретную религиозную организацию, которая называется Украинская Православная Церковь. Он о том, что официально заворачивается в обертку наступления некой там идеологической, идеологического единства у всего украинского народа. Кто-то там рассказывает про московских попов, которые там все подряса имеют погоны, там, ПСБ, которых нужно срочно победить, потому что там родина в опасности и так далее. Он про то, что пихал Петя с момента там своей избирательной кампании или даже немного раньше по поводу Виры, Томаса, вот этого всего. Он еще и про, как говорят, Вселенский Патриархат, который хочет, в принципе, даже возможно и ПЦУ упразднить и учредить здесь такой какой-то общий экзархат, куда должны будут все слиться в едином духовном порыве. Ну, там, Варфоломире он свои вопросы решает, хотя говорят, что якобы не последнюю роль в этом всем выполняет. Ну, и он про то, что это все нихрена не соответствует святым правовым принципам, которые у нас приняты. Ну, коротко скажу почему. Потому что, во-первых, это некая форма коллективной ответственности, во-вторых, там государство четко экспертизой будет залезать в чисто канонические вопросы. Там Патураев говорит, что экспертиза даже уже готова, ее просто нужно будет новую дату поставить и номер. Это вообще как бы удивительная ситуация. Паблик, говорит человек, это просто прекрасно. Мало того, что у нас типа депутаты все, включая Петю там и прочих, они на каждом углу кричат, что закон принимается под конкретную одну организацию, под конкретную одну церковь. Что тоже как бы херня на самом деле, не может закон, как акт общего значения, который должен регулировать неограниченный, неопределенный круг общественных отношений, он не может приниматься под отдельного человека и он не может приниматься под отдельную организацию. Плюс, сложим наверх то, что в принципе... То есть все же знали, что были внесены изменения под господина Луценко, чтобы он стал кинпрокурором? Ну, так и как бы вот кто в восторге был от этого, кроме господина Луценко? И к чему? Ну, Луценко, да, молодец, он хорошо поработал для себя, наверное. Но как-то вот в целом это все еще один раз как бы выняло еще один кирпичик и так с хреново стоящего здания нашего права. Ну, то такое, это отдельная боль. Ну, вопрос заключается в том, что если захотят, а это артикулировалось, да, начиная от Грэма, Джонсона, Трампа, Вэнса и прочих людей, которые непонятно еще, как к нам будут относиться, они возьмут и нашу прекрасную святое лицо просто тыкнут в это все и скажут, что этот повод может использован быть примерно для всего на свете. Ну, действительно, ну, как бы это ерунда по очень многим основаниям, поскольку там непонятно, я не знаю, там, какое реальное количество верующих у ПЦ, ну, 8 тысяч приходов только, это так или иначе минимум сотни тысяч людей, а, как говорят, может быть и несколько миллионов. Там тоже у всех разная степень вовлеченности, кто-то готов на что-то, кто-то там сильно обидится, кто-то скажет, ну, и хрен с ним, пойду в ПЦ. Думаю, тоже тут посчитать на сегодняшний день в принципе никак нельзя. Но учитывая, что механизмы правовые в Украине, они и так содержали возможность, в том числе и запрета религиозных организаций по основаниям, например, если они стремятся к свержению конституционного строя, там, статьи про госизмену, про коллаборационную деятельность, про все это, они были, никуда не девались, и Служба безопасности Украины работала в этом направлении, постила, там, есть, там, десяток, полтора, может, два случаев, что происходили задержания, приговоров там, вроде как бы особо и немного, там даже обмены, кстати, проходили на тему священнослужителей, тоже там все по-разному к ним относятся, но так или иначе. Если люди подписали себе, ну, прошение на обмен, без него бы не отправили, то, наверное, ну, как бы есть, есть какой-то нюанс, скажем так. И вот в этом все, на это все наверх положили закон, еще и сказали, что он вступает в силу не сразу, а через семь месяцев, типа, посмотрим на президентские выборы, а потом будем, как бы, что-то чесать репу, а пока пусть, там, экзальтированные граждане порадуются, что вот, наконец-то, московских попов запретили. Но это настолько, как бы, вот, во-первых, скажем так, еще раз демонстрирует неуважение к ряду базовых принципов правовых, что мне особо, мне особо это больно. Во-вторых, это несет политические риски, как с точки зрения внутри, так с точки зрения, соответственно, там, позиции республиканцев или кого-то еще, кто захочет использовать подобного рода тематику. Это не дает ничего с точки зрения, там, укрепления позиций власти, потому что, там, Петина избирателей ядерные, а не Владимира Александровича за то, что премьер-министр Денис Анатольевич Мгаль внес проект, а слуги, в основном, проголосовали за его принятие. Это, ну, не перекрестит их в этом случае. Это несет, ну, как бы, это даже, грубо говоря, некий упрек получается от Верховного Совета правоохранительной системы, которая, по их мнению, не способна, ну, как бы, упреждать какие-то вот действия, там, предателей или потенциальных предателей на территории Украины. Ну, и в целом, короче, в общем, это на сегодняшний день только заготовка. Она существует только в каких-то медийных сообщениях. Скорее всего, этот закон или изменят, или отменят, или еще что-то может с ним случиться. Ну, хотя нельзя исключать, что он и будет применен. Ну, в целом, на атмосферу, вот с точки зрения восприятия того, каким образом у нас существует закон, на каких принципах он основывается, это очень плохо. Ну, и, кстати, вот еще сегодня одну прекрасную норму приняли, вернее, целый закон. Это вообще просто песня. Там закон принимался, если тут по одной религиозной организации, то там ввели в Ургородском районе Закарпатской области особый порядок реквизиции и конфискации недвижимого имущества и земельных участков. И при этом в законе, сука, написали, что решение Закарпатской областной государственной администрации про такую реквизицию не подлежат, блядь, обжалованию в суде. Я просто вот, ну, им писали, короче, главное экспертное управление, все писали, но пропихнули, там, 228 голосов получили. Я, как бы, на своем веку в практике встречал, когда, ну, прости, ну, скажем мягко так, провобировали там некие такие сумасшедшие формулировки в судебных решениях. Как правило, даже там серьезные инстанции за такое не берутся, это делалось еще в свое время через там всякие там голосранские районные суды. Но чтобы кто-то запихнул под какую-то благую личную цель в закон вот подобного рода идиотизм, я встречаюсь впервые. Дай бог еще там, правда, вето еще может быть, там могут еще очухаться, там фриз, постановление про отмену голосования внес, ну, это просто какой-то, ну, я не знаю, я, честно говоря, вот сегодня мы с Андреем Валерьевичем переписывались, ну, там, как бы, вот кроме названия закона все остальное был мат. Мне вот интересно, как ты считаешь, ну, сколько там, 228 человек приняли, да, этот закон, а из них кто-нибудь читал его? Думаю, что нет, к сожалению. Ну, как бы, вот, ну, просто закон не обязательно читать. Вот открываешь, там есть очень компетентные люди в главном экспертном управлении, там оно не одно в Верховном Совете. Они пишут, они знают, что депутаты, им больше трех страниц, как бы, писать нежелательно, они примерно пытаются, там, где позволяет эта ситуация, вложиться в этот объем. Тебе нужно прочитать три страницы, что написали специально обученные люди. Они написали, как бы, вот, большими буквами херня, нельзя, там, плохо, там, нарушают все на свете, там, и так далее. Но нет, три страницы, как бы, ну, олигофрен прочитать может. Каждый второй олигофрен даже может понять. Тут вот так. Ну, а тут вот так. Вот. Слушай, возвращаясь к закону, который приняли, как Петр Алексеевич там сейчас говорит про ОПЦ, во-первых, у него, наверное, торжество сейчас абсолютное. А во-вторых, а ты уверен, например, что вот эта вот вся история вокруг этого закона, вокруг ОПЦ, это внутриукраинская история, а не кто-то лоббирует, например, извне. Ну, я же упоминал в Варфоломее, ну, это его интерес, реально его интерес. Может, реально в Варфоломее такой, блин, короче, давай мы сейчас там. Нет, так одно другому не мешает, как бы, ну, бывает, как бы, решение, которое, где бенефициарами являются, там, несколько субъектов, точно так же, как пострадавшие, может быть, несколько субъектов. Ну, почему нет? Бывают, интересы совпадают, бывает, вот, как бы, вот это все происходит. Нет, про совпадение интересов, это всегда прикольно, потому что иногда ты думаешь, что это Петр Алексеевич там двигает эту волынку, а он, на самом деле, является там провайдером, да, он как грантоед от Варфоломея, который лоббирует здесь его интересы, типа такой варфоломеевский шабунин, только Петр Алексеевич. А может же быть еще и другое кино, ну, например, когда те, кто выступают против, то они тоже не понимают, на кой хер они выступают против. Вот, условно, вот, есть точка зрения, там, республиканцев в Соединенных Штатах, да, и я неоднократно слышал, что они еще там могут дать просраться там, если вдруг по этой статье, да, и, в принципе, ты плюс-минус там проговорил, что ткнут лицом в эти вопросы. А с другой стороны, ну, есть стопроцентная уверенность, что там Трамп, Венс и там еще кто-то заявлял высокопоставленных, скажем, звезд республиканской партии, они вообще понимают, о чем они говорят. То есть не такая ли это ситуация, когда ловят где-то звезду на улице и говорят, передай, пожалуйста, привет, Сережа. И он там, привет, Сережа. Понимаешь, за это ему там, либо просто так, либо за какой-то день. Ну, это им тоже попросили, проговорите эту тему, чтобы там все перепугались. Они такие, да, говно, вопрос. Ты-да-да. Не, так да, то есть они используют это как повод. То есть им нужно, вот, если нужно критиковать, они говорят, пацаны, ну, консультанты там все остальные, ну, накидайте мне какого-то говна, как бы, почему Украина плохая. Завтра они могут попросить, как бы, найти, почему Украина хорошая. Ну, потому что, условно, там, Линдси Грэм, который первый упомянул вопрос церкви как контроверсионный для республиканцев, он там на киевском паркинге еще, если не ошибаюсь, в 23-м году или там где-то вот там вот, он говорил еще, что у нас как бы плохо, что выборов нет. Как-то вот он приехал недавно и про выборы молчит. То есть передумал человек. Ну, то есть поменял политическую позицию. Может, он думает, что выбрали? А может, он забыл, а может, ну, в общем, это же, ну, как бы, политика, они подтаскивают те факты, которые им сегодня выгодны для того, чтобы их озвучить. Поэтому, ну, как бы, абсолютно нормальная ситуация. И далеко не факт. Станет Трамп у власти. Не обязательно там на всех депов санкции наложат. Не обязательно будут, как бы, настыкать этим. Может, вообще передумывают и скажут, мы тут дочитали и подумали, что, да, действительно, там вот так вот. Понимаем вас, все хорошо, давайте там идем дальше. Ну, при условии снова-таки, что это будет в плоскости интересов. Просто я исхожу из того, что когда есть ситуация неоднозначная, когда может ситуация развернуться в том, чтобы тебя критиковали или хвалили, когда хвалили, как бы, понятно все. Ну, Сережа молодец там, условно, в любом случае, чтобы он там не чудил. Но если ты понимаешь, что ты уязвим и могут искать поводы для критики, ну, нахрена их придумывать самостоятельно, когда в этом смысла тупо нет. Хорошо. Нахрена. Посадить там всех. У вас правоохранительная система. Доказывайте. В суд приговор и вперед, там, меняйте или садите. Применяйте закон, который существует. А не играйте, типа, в эти эмоциональные качели и не делайте этих ошибок, которые вы сделали. Вот смотри, Петр Алексеевич активно за. У него две руки за. Если было три, были б три за. Но мне просто вот интересно. Ну, вот, вот, все, приняли. И теперь? Ну, теперь он будет шум будет. Ну, они сейчас играют вот руками Гончаренко вопросы мобилизации, вопросы там возраста мобилизации. Гончаренко тоже, наверное, Петр Алексеевич в курсе этих инициатив. Он уцепился в историю о том, чтобы запретить мобилизацию 18-25 в этом параметре. То есть, и кричит там криком о том, что вот не пропускает в сессионный зал, зрада там, и злочинная панда собирается вот это вот всех наших молодых сыновей, короче, и дочерей поставить под ружье, а это там цвет нации, ну и так дальше. То есть, ну, в принципе, как бы, ну, логика для населения понятна. И действительно, ну, кому хочется. Это очень сильно понравится, особенно мамам, у которых есть дети. Безусловно. Вопрос демобилизации они качают. Вопрос там много чего еще. То есть, они так вот покусывают сбоку. И, ну, как бы, мейнстрим этот весь. Кстати, ну, есть еще одна версия. Тоже не так, чтобы полностью безосновательная. Подтвердить я, безусловно, не могу, что, в принципе, вот офис, он же сопротивлялся этому закону. Они же держали его. Он существует там в петиной редакции, по сути, с еще, по-моему, даже до полномасштабного вторжения. Там какие-то проскакивали проекты. А сегодня его втурили потому, чтобы использовать это как еще один, как бы, как еще одну карту в переговорах СРФ. То есть, вот здесь вот мы готовы, да. Вот вы же там тоже, там, православие. Я видел. Подожди, хорошо. А давай смоделируем себе ситуацию. Как это может быть? Смотри, есть, например, у нас, если не ошибаюсь, The New York Times сливала, ну, или публиковала предположительно драфты стамбульских соглашений. Есть такое? Там, кроме прочего, есть отдельный раздел, который касается изменений в украинское законодательство, там, по языку, там, по всякому, по всякому такому. На чем настаивала РФ как часть сделки, на основании которой они собирались отводить свои войска, если бы в Стамбуле это все было не только парафировано, но и подписано. И вот, условно, ты когда, как мне кажется, да, ну, такая логика может иметь место, вот ты понимаешь, что когда придет время, когда позволит обстановка, там, интересы Украины и прочее, 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 мнение общественное, как говорит Андрей Борисович, вот вы снова оказываетесь за этим столом, там, может быть, уже напротив немединский, там, не знаю, Козак или там, не знаю, ну, кто угодно. Короче, будет больше вариантов якобы пойти на уступку. Да, что вот у нас, типа, вот 10 законов мы готовы, условно, опять же, или там 2 мы готовы изменить, и если тут будет еще один, в котором те кровно заинтересованы, то они с него, наверное, начнут, ну, соответственно, на один менять придется меньше. Ну, это условная натянутая логика, но такая версия тоже как бы гуляет, и это может быть частью плана, сценария там и так далее. Нет, так я понял, а потом как это объяснить? То есть мы вот возвращаем московских попов, или как будут говорить? Мы про демосковизацию попов провели, или как? Если мы дойдем до той точки, где вот подобного рода соглашение будет подписываться, где мы будем обязываться изменять свои законы, там этот вопрос, он не будет самым горячим. Нет, то, что он самым горячим не будет, я даже... На него тупо похер будет всем, я тебе больше скажу. Там будет выше, выше, выше съест всю энергию социальную, и все копии риторические будут сломаны уже задолго до того, когда идет глаз до этих... Окей. Еще одна законодательная инициатива, которая была принята, я бы сказал, не полностью принята, а так, на полкнопочки. Можно так вот принять закон? Римский статут. Он у нас был подписан когда? В 2010 году, да, или в Украине? Мне кажется, что еще... Не, мне кажется, раньше. Или в 2000-м. Или в 2000-м даже. Или чуть ли не в 1999-м даже. Ну, несущественно. Короче, подписан много лет назад. Ну, не ратифицирован парламент. Для тех, кто вдруг по какой-то причине до сих пор не знает, то, например, там Соединенные Штаты его не ратифицировали, не подписали. Россия тоже не присоединилась. Кто там, Израиль. И все сателлиты, как говорят такие, вот самые значимые для Соединенных Штатов, как-то не сильно за. И, в принципе, там скандалы... Китай, Иран, Индия, Пакистан. Китай, Иран, Индия, да, 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 да. Вот. И даже скандалы были, когда попытались там Международный уголовный суд что-то там вынести в сторону Соединенных Штатов. Соединенные Штаты вынесли красную линию и сказали, вот вам сейчас тут будет ответочка. И все закончилось на этом. Ну, судя в другом. Зачем Украина вообще сейчас к этому вопросу обратилась? Ну, во-первых, это красиво, как говорится, да, в том анекдоте. Красиво почему? Потому что долго обещали очень. То есть вот у нас... Ну, я читал в том числе интервью зам главы, зам Энрея Борисовича, в общем, по этим правовым вопросам. Мудрая, мудрая фамилия, вот я вспоминал. Она говорит... Логика такая. Мы приходим куда-то, говорим, давайте Путина сажать, а нам говорят, на основании, типа, римского устава, так, блин, вы сами его не подписали. Ну, мол, мы не ратифицировали, прошу прощения. Вот сейчас, мол, мы ратифицировали, и нам такого больше никто не скажет. Раз. Второй мотив. Мы больше интегрируемся в саму систему, поскольку становимся стороной настоящей. То есть можем, там уже у нас кабинет будет свой, может, где-то вот рядом, как бы возле судей. Мы будем иметь полномочия голосовать за судей, голосовать за избрание прокурора. Ну, то есть не просто, там, хотеть чего-то, а уже вроде бы как полновесный голос иметь. И плюс этот момент у нас записан в дорожной карте по нашей решительной евроинтеграции. То есть мы обязались уже, по-моему, не раз даже, этот документ ратифицировать. С точки зрения минусов, да, вот учитывая, что, ну, всегда говорилось о том, что, во-первых, кстати, нужно напомнить, что когда его подписали, там было обращение в Конституционный суд и был вывод Конституционного суда. Если не ошибаюсь, 2001 года, ну, в общем, где-то вот там, недалеко от собственного подписания. Там сказали, да, в принципе, все хорошо, все отвечает, кроме одного пункта, что в соответствии с Конституцией судебные судопроизводства на территории Украины, в отношении, соответственно, граждан Украины, осуществляют украинские суды, предусмотренные Конституцией и Законом. Ну, я так вольно прочитал, там, если не ошибаюсь, 124-ю статью нашего основного закона. Да. И Конституционный суд сказал, что вот как бы учитывая, что тут будет иностранный импортный суд, да, он там по принципу дополнительности, там, или комплементарности действует, он там, там есть ряд условий для этого всего, но так или иначе, вариант, что он будет судить граждан Украины за совершенное на территории Украины, он проистекает из, собственно говоря, устала. Поэтому сказал Конституционный суд, ратифицировать можно будет только после того, когда мы поменяем Конституцию вот в этой части. что, соответственно, ну, как бы, как мы вот поступили вот в этой части, вопрос, вопрос. Может, просто проигнорировали, может, сослались на то, что раздел по правосудию, он менялся после, соответственно, этого решения, и, мол, мы уже можем утверждать, что признаем иностранную юрисдикцию, а по сути, ну, не иностранную, а международную юрисдикцию. По сути, это речь идет про ограничение государственного суверенитета. Ну, собственно говоря, почему, например, Штаты напряглись и напрягаются по этому поводу. Да, там они сказали, там были заявления по каким-то художествам американских военных в Ираке, началась процедура, и, если не ошибаюсь, Дональд Фредович вышел и сказал так, еще хоть одно слово в этом направлении, все судьи под санкции, ну, и все другие чудеса. И так как-то проветрилось сразу раз, и универсальность правосудия, она куда-то так свинтилась. По Израилю, кстати, вот буквально же недавно, да, у нас были ситуации, когда целый там Каримхан ходил, прокурор говорил о том, что мы же вот такие последовательные сейчас, как предъявим ордер, там же вот это вот все, то, что в Газе происходит, по мнению многих, да, в мире, и ничего. И потом тоже выходили и американцы, и израилетяне, и говорили, ну, елки-шпалки, суд, он для чего придуман? Он придуман для того, чтобы всяких там африканских головорезов и Путина судить, а уважаемых людей нельзя. Ну, и это все в совокупности, учитывая, что на самом деле он достаточно свежий, как конституция, он не имеет никаких личных там силовых подразделений, он так или иначе завязан там на механизмы организации объединенных наций. Он, ну, не может ничего, вот у нас, у нас же это звучит громко, Международный уголовный суд, ордер Путина, ордер Львовой Беловой, ордер Шойгу, ордер там главе ВКС, ордер главе Черноморского флота, еще кого-то там 6-го забыл я, и вот все, завтра, я просто устал отвечать на эти вопросы, когда же они сядут? Я говорю, блядь, ну, когда их кто-то, кто признает юрисдикцию МКС и воспринимает этот ордер, арестует своей силами, своей полицией, там, спецслужб, привезет в ту Гаагу, вот тогда начнется судебный процесс. А пока никто никого не привез, ну, там вот случаи, когда африканцев там своих же привозили, по идее, точно так же, как в свое время Милошевича. Это же внутренне взяли, как бы, чувака под белые рученьки и отвезли его в Гаагу, где он там без приговора так и умер. Поэтому это все, конечно, замечательно, но Международный уголовный суд, он такой же недееспособный, как и в целом, системы международной безопасности и международных отношений на сегодняшний день. То есть это вот, мы выполнили формальные требования, взяли паузу на всякий случай на 7 лет, чтобы нас там не жарили тем, что мы подписали, и едем дальше. Про эту паузу, скажи, пожалуйста, это как раз же на полкнопочке принятый закон. Ну так да, ну так прикол как раз заключается в том, что 7 лет для нас абсолютно такой невообразимый горизонт. Не-не-не, давай просто объясним зрителям, потому что зритель не понимает, о чем вы, про какие 7 лет мы сейчас говорим. То есть там есть рассылочки. Там вводится, если не ошибаюсь, вернее, вводится все, эротифицируется все, но восьмая статья, если по номеру могу ошибаться, кажется, восьмая статья, которая касается ответственности за военное преступление, она, ее введение в силу в отношении Украины, мы сделали оговорку, что происходит через 7 лет после соответственно эротификации. То есть ее к нам применять нельзя. Так, хорошо. А почему 7? А я не знаю. Ну, у нас много чего. Думаю, что цифра классная. Мне тоже семерка нравится. Ну, это долго, в конце концов. Восемь, конечно, дольше, с одной стороны, но и семь тоже много. Как бы шесть скороче, но тоже не послезавтра. Ну, не послезавтра, безусловно. Ну, это какая-то недостижимая величина, скажем так. А преступления там имеют срок давности определенный? Нет, нет. Ну, сроки давности нет. То есть... Там куча народу, там вот этот Мамедов, товарищ, который генеральным прокурором, зам генерального прокурора работал, разродился на «Украинской правде» колонкой. Тоже. Вот всем рекомендую почитать, как чувак, как бы пытаясь разбить аргументы противников, типа этой эротификации, по сути, с текстом их подтверждает, просто высказывая решительную надежду на то, что вот так точно не произойдет. А почему? Потому что. Потому что мы же хорошие. Мы же вообще... Ну, я тоже считаю, что мы хорошие. Я просто за честность в дискуссии такой интеллектуальной. Ну, кстати, следует сказать, что мы же заявление про признание юрисдикции подписывали, по-моему, в 2015 году. И, собственно говоря, то, что РФ не ратифицировала римский устав и не подписала его, это же не мешает им ордерами забрасывать, соответственно, тех, кто, по их мнению, совершает уголовное военное преступление. Да, там вопрос по поводу преступления и агрессии, там вообще там отдельная история, тут они не возбуждаются, но по поводу депортации, по поводу уничтожения гражданской инфраструктуры, вот такого вот плана обвинения, они же предъявлены на сегодняшний день. И это политически громко, но толку, кроме как вот от того, что это некий градус общественного мнения и иллюзию возмездия в плане международно-правового он поддерживает, да. Но, опять же, ну, блин, как можно, вот это же в один год произошло, ордера и вот эти высказывания, в том числе официальных лиц больших государств о том, что, ну, типа, это ж локальная история, то есть это не про справедливость на всей земле и еще раз нам показывает, как же у нас работают международные правы. Гена, нет у тебя такого, вот мы только что обсуждали с тобой две законодательные инициативы, которые стали законами, да, это там религиозная первая и второй, вот, например, этот римский устав, который мы ратифицировали. Нет такого ощущения, что мы как-то вот глобально эти законы принимаем, которые пользу несут для нас странную, а вот как метод давления на нас, они просто распрекрасны. Вот по-первыхому, по-религиозному мы определили, что, да, там, в случае, если надо будет, там, со стороны, например, там, не знаю, республиканцев либо кого-нибудь другого, кто будет оказывать влияние, они могут нас возюкать этим законом и рассказывать, какие мы плохие именно по этому. А в случае этого статута, ну, то же самое, как бы, вот вам наш поводок, вот, вот, возьмите, подержите, только не тяните, вот то же самое. Ну, Саша, первый раз, ну, у нас ситуация... Не, просто зачем? Я не могу понять пользу от этого всего. Ну, я, ну, смотри, римский устав, римский устав, номинальная польза мы перечислили, можем принимать участие в деятельности более широко, это требование... Ну, что, чтобы решительно высказать свою позицию какому-то африканскому диктатору? Да, да, да. Так, блин, мы живем... Буркино-ФСО сейчас там возбудились против нас, да, в ООН написали с этими тремя остальными, вот, надо их судить, можем туда что-то там познакомствовать? Мы живем в реальности, где заголовки типа, там, депутат, участник парламентской, или там, парламентская ассамблея НАТО, парламентская ассамблея Совета Европы и прочие вот подобного рода органы, что-то приняли какую-то резолюцию. У нас это жуют днями. И только пару вредных людей во всем информационном пространстве выходит и говорит, что ни хрена, никаких полномочий у этих органов нет. И что эти заявления можно куда-нибудь приклеить в учебник истории просто. Вот истории при этом не мировой истории, а истории конкретно вот этого псевдооргана. И, может быть, кто-нибудь будет писать диссертацию, увидит, прочитает. Но повлиять вот что-то, на реальные какие-то вещи, повлиять это не может. Но мы привыкли жить в другой реальности. Мы живем в реальности заголовков, мы живем в реальности лозунгов, мы живем в реальности настроений, ярких событий. А то, что будет послезавтра, через 7 лет или тем более там на больший горизонт, мы не знаем. Мы, нам пофиг, вернее. Нам важно сегодня, вот, опять же, есть, формируется некое общественное настроение, но на что, там, против там, московских попов. Все, знаете, вам закон. Ну, пофиг, что, в принципе, как бы и без того закона можно бороться со всеми предателями. Но вот видите, в вашем комментариях, там, у кого-нибудь влачина, будет радости, сколько, флаги, короче, вот это вот все. То, что оно ни на что не повлияет, это же эти дебилы забудут просто через буквально неделю. И они не вернутся к этому и не вспомнят, пока это опять никому не понадобится. Ты реально отвесил такой срок, какая неделя? Ну, я всегда о людях думаю лучше, чем они есть на самом деле. Вот опять это случилось. Ну, прошу прощения, у всех такой есть недостаток у меня. Оно не подтверждается никогда. Ну, в общем. И дальше вот придумывают еще какую-то хрень. Там, ну, миллиард деревьев это про это. Вот все там в элыке. Это работа с общественным настроением людей, которые не способны на серьезного уровня критическое мышление, и которые отрицают все другие точки зрения, даже обоснованные, которые не приучены, которые любят тикточек, заголовочек, которые клипово мыслят, ну, и прочее, и прочее, и прочее. Вот активная часть нашего общества, она, ну, не только нашего, кстати, это общемировая проблема, она думает так. Просто в одних странах власть, она пытается модерировать и, принимая разумные решения, отдает эти решения на коммуникацию условным пиарщикам и маркетологам. А у нас такое ощущение, что именно пиарщики и маркетологи сначала инициируют инициативы, а потом, исходя из того, что из тех заголовков, которые они нарисовали, которые понравятся обществу, уже вступает в дело как бы тот, кто пишет законы. И потом это выносится, переходя в сознание, принимается. Это все разрушает нашу правовую систему. В принципе, понятие насчет, а что такое право, и приедем мы очень как бы к хреновому итогу, если не одумаемся. Окей. Давай на завершение тут еще вот я объясню, почему меня заинтересовала эта тема. Сегодня в Российской Федерации у них сбавилось здорово Телеграм и Ватсап. Началось это не сегодня, но вот так вот. Какие-то у них там затруднения существуют по этому поводу. И поговаривают, что это, в принципе, тестирует историю про то, чтобы эти социальные сети или мессенджеры скрутить в бараний рог и иметь возможность контролировать их распространение, либо, в принципе, выключить на территории. До этого мы видели, там, за неделю до начались репрессии в сторону Ютуба американского. То есть там уже не у всех видео тянет. Понимаешь, если сначала там не грузилось, потом уже не у всех видео тянет и так далее. Я вот чего думаю. Ну, это определенная попытка ограничения информационного пространства, да? Ну, вот как ни крути. Ну, то есть загнать его либо в стойло, либо контролировать, либо что-то вообще запретить. А нахрена это делать, если, в принципе, пропаганда в Российской Федерации так работала в полный рост и там за 7-8 лет на бекрень мозги многим поставила. И без этого, без ограничений. А для чего тогда сейчас делать эти ограничения? Чего бояться чего-то? Или вот какой смысл? Ну, чисто формально можно предположить, что речь идет просто о том, кто контролирует соответствующую там соцсеть, мессенджер и так далее. Есть, например, Китая у нас, да? Там есть WeChat, где сидит там 99% пользователей. WeChat это больше, чем любой Telegram, YouTube и все вместе взятые. Внутри WeChat можно устанавливать приложение, оплачивать что-то. Без WeChat не заказать в некоторых ресторанах еду. То есть это очень глобальная штука в сравнении. У нас такого нет. Так вот. Ну, то есть мы берем максимум, да? Китайский пример. Что, соответственно, вот есть такой WeChat, и он нужен, наверное, не столько, ну, хотя это тоже, чтобы цензурировать, сколько ты в любого юзера можешь тыкнуть. Да, там как-то в этом тоже в Камеде шутки были про этот. Есть Facebook, а есть FSB-бук. Что ты любого человека, любую информацию сразу вытягиваешь оперативно и все видишь. Это позволяет тебе направлять информационные потоки. Сейчас же что же, кстати, у нас вот там идея марафона, она чего буксует? Потому что люди же телевизор не сильно смотрят. У нас переехали все уже в социальные сети, и тебе хочется контролировать социальную сеть, точно так же, как телевизор в свое время или там условную газету «Правда», и модерировать общественное мнение. Я знаю, как заставить людей смотреть. Так, удиви. Просто в магазинах продукты надо отпускать по индивидуальным кодам, вот каким-то, и каждому человеку на экране, вот когда ты смотришь, да, в любое рандомное время днем появляется на экране код, который ты должен записать, и тогда тебя завтра отпустят в магазине продукты. Хорошая идея. Смотри, блядь, какая у меня диктаторские замашки, блядь. Ну, да, вот современные люди, кстати, вот воспитывали-воспитывали в них либерализм, а все равно получается... Спасибо моему преподавателю по маркетингу. Ну, короче, и проблема там WhatsApp и Telegram не столько в том, что там идет какая-то там контроверсионная информация, которая там шатает режим, они это научились забивать уже, то есть они вытесняют своими источниками, своими там пабликами, блогерами, которые плюс-минус контролируются. Опять же, вот эта инициатива регистрации там десятитысячников и более, да. Это давно было, это начиналось очень давно. Ну, так вот. А китайцы вообще, ну, то есть в понимании всех остальных стран, ну, может, кроме Штатов, те же как бы плюс-минус имеют доступ, хотя вот Дуров утверждает, что до телеги они тоже пока не раскусили, не купили, и он от них убежал в Дубае. Правда, нет, не понимаем, но там товарищ Сноуден в свое время, он много по этому поводу интересного рассказал, еще на том этапе развития технологий. И в этом случае там, наверное, они заинтересованы, чтобы там все лагало, все и так далее, и переехали все куда-нибудь там ВКонтакте, они там и видеохостинг, насколько я понимаю, делают, там и мессенджеры есть, и чтобы условные ВКонтакте или одноклассники, или же там у них еще есть, превратить в такой православный Вичат, чтобы через него там все госуслуги шли, верификации там и прочее, и прочее. Ну, удобно, стильно, модно, молодежно, как бы, можно понять. То есть вопрос просто в желании контролировать больше, чем ты на данный момент контролируешь, правильно? Ну, это еще задел на перспективу, потому что так или иначе государство с развитием, если оно не успевает за этой технологией, которая бурно развивается. Сейчас же, ну, Телеграма, не знаю, пять лет назад, был уже Телеграм популярной социальной сетью или нет, но пять лет назад точно он не был там базовым источником информации для больше, чем половины, например, населения Украины. У русских, я думаю, плюс-минус такая же ситуация. Поэтому замедляешь одно, форсишь другое, и выходишь на то, что ты имеешь как бы свой там условно подконтрольный ресурс, но в любом случае, как минимум, ты пробуешь себя обезопасить, поскольку там всякие эти революции, и арабская весна, и в Иране, и протесты, они координировались через социальные сети, и те страны, где это происходило, они так не сильно были рады, что у протестующих есть возможность соответственно обмениваться информацией, а на том моменте, кроме как просто вышки потушить или отрубить провайдеров, инструментов бороться с этим не было. А государство это воспринимает как угрозу национальной безопасности. Ну, кстати, вот и американцы, это же не только там всякие авторитарные режимы таким страдают. Вон сколько сейчас этой информации о том, что Иран сломал там демократов, и стопе, республиканцев, да, и шурует информацию демократам, и в принципе работает против республиканцев, потому что им больше Камала нравится, и они не хотят Донни на 47-го президента. Поэтому это все такая вот киберигра, она взаимная, и кибербезопасность, кстати, вот те же Штаты, они говорят о том, что для их территории есть только две угрозы на сегодняшний день. Это стратегическое ядерное оружие, что может долететь, прилететь там и убить много кого. И плюс кибербезопасность, потому что тоже тут, типа не вставая со стула в Пхеньяне или где-нибудь там в другом месте, можно начудить делов, и хакеры, кстати, успешно занимаются, там трубопроводы блокируют, транспорт нарушают, банки там и так далее, выкупы просят. А если это все возвести в степень какую-то, тут же можно, то есть просто если... Поломаться может все. Вообще все, при том, да. Тупо, в темноту погрузить без ракет можно все Штаты. С ядерной угрозой можно бороться там какими-то взаимными противовесами, да, он там, кстати, ядерную доктрину принял, Байден, новую, которую даже в электронном виде, как говорят, не печатали, а печатали только на бумаге. Осталось добавить только исчезающими чернилами. Когда я ее прочитал, и сразу она исчезла. Вот. Кстати, а что думаешь? Все параметры месяца два назад на канале Бегиста мы с Вегеринским обсудили. Там было это в открытых документах. То есть ядерная доктрина Штатов, то есть базовые цели, что нужно делать, куда бежать и зачем, описаны в двухпартийном отчете Конгресса на 27-32 года. Вот там мы его, собственно, на Легисте и анализировали. А что касается того, что там чернилами писали и только на бумаге, там уже речь идет конкретно, сколько центрифуг, сколько там Б-21 самолетов, сколько сентиновов построить нужно, где строить подводные лодки и так далее, и так далее. То есть конкретика с точки зрения, плюс куда там целиться, поскольку там же в чем проблема с точки зрения американцев. Вот была холодная война, много-много десятилетий, там устаканилось все плюс-минус, там вот на той цифре ядерных арсеналов, которые есть сейчас, они были сокращены, при том так крепко сокращены. И, грубо говоря, советские ракеты нацелены на цели в Америке, американские на советские города. У всех остальных, на всех, включая Китай, там 7% ядерных арсеналов, то есть они не являются стратегическими противниками в этой части. И Китай сейчас собирается увеличивать и доводить до паритета с русскими и с американскими свои ядерные арсеналы. А Штаты, учитывая, что Китай их стратегический противник на уровне документов, ну и в принципе понятно, что они конкуренты и будут противостоять. Плюс с русскими они тоже ни хрена не друзья, оказываются в ситуации, когда кроме русских целей и объектов, необходимо еще китайские взять тоже на мушку. А брать нечем, потому что там центрифуг нет, нужно строить, как бы эти минитмены с трайдентами устарели, подводные лодки тоже скоро списывать нужно, B-52 бомбардировщики стратегические летают уже хрен знает сколько лет и нужно менять. Вот это вот все они говорят как перспективу на следующее десятилетие, куда нужно потратить там много триллионов долларов, обогатить уран, произвести боезаряды, обновить все, обновить ядерную тряду и вот иметь, не иметь проблем с другими великими ядерными государствами. Слушай, а вот эти вот заявления про доктрину, про это все, это больше политическое заявление или реально военный какой-то шаг, по твоему мнению? Это плановое, это просто плановое. То есть, ну, этим занимались всегда. Ну, то есть, это плановая работа. Ну, окей. Я просто, когда читаю эти новости, вот у меня все... Ну, я вообще по жизни жуткий скептик и такой противный персонаж, вот ко всему докапываюсь. И вот это вот даже не печатали в электронном виде, а только напечатанное там на бумаге. Думаю, херась, какая секретность. И вот прикинь, да, вот как ты говоришь, и там написано сколько центрифуг, сколько бомбардировщиков, сколько каких ракет, вот. Ну, и потом как бы звонишь на довод, говоришь, нам надо ракеты. Они говорят, сколько? Мы не можем сказать, у нас так на бумаге. Они говорят, ну, пришлите имейл. Да не можем мы прислать имейл, и садится кто-то на пикап, и из Вашингтона, прямо из овального кабинета он едет, и слушай, байденский указ, да? Или как на заводе это все происходит? Ну, вот как это все работает в современном мире? Нет, ну, ты там уже большой, целый Пентагон, целая комиссия и так далее. Просто это же как делается. Берется вот документ в целости, знает там пять человек. А кусками... А по абзацу 25, да? По абзацу, а по абзацу там, или по буквы раздельно 25. А буквы знают все американцы? Ну, так все американцы знают. Мы с Вигеринским же нашли этот отчет двухпартийной комиссии. Там все написано. И американцы, и вы с Вигеринским. И зрители нашего канала. То есть, это по большим цифрам, это не секрет. Секрет в том, где будет размещаться, когда, что именно вводится, там, не знаю, вот самолет, не знаю, вот B-21. Они же показали, что вот летит, летит Соколик еще на стадии летных испытаний, показали красиво, милитаристически. А что там внутри, хрен его знает. Ну, типа, вот чертежиш никто в паблик не выложит, поскольку что это государственная тайна американская. И да, есть пару людей, которые знают в целом его устройство, ТТХ, какой болт куда крепить, как бы, ну и прочие нюансы. Но видели его физически миллиарды людей, потому что его показали по телевизору. Вот примерно здесь такая же ситуация. Понятно. Яна, тебе большое спасибо за твое уделенное время, за широкий ответ. Мы так вроде как интересно сегодня прошли по всем новостям. Друзья, а вы должны это отметить и должны сейчас так чуть-чуть вот видео опустить. Там лайк нажать обязательно, комментарий написать. А там еще под видео есть ссылка на замечательный канал Легист, вот, на котором, собственно, вот это вот, вся эта доктрита была разложена. Кому интересно, заходите. А еще ребята открыли телеграм-канал, на котором активно общаются и рассказывают, какие красивые пиджаки у Вегеринского. Заходите, пожалуйста, туда тоже. Вот, подписывайтесь. Плохо от этого точно никому не будет. А может быть, кому-то даже будет хорошо. Ребята, еще есть реквизиты, где можно поддержать наш канал, если вам вдруг нравится, что мы делаем. Ген, еще раз спасибо. Спасибо, Василий. Всем пока, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok